Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем нашу серию обучающих видеоуроков по бухучету для начинающих. На прошлом занятии мы с вами изучили, как события из реальной жизни влияют на активы, обязательства, доходы и расходы людей и предприятий. Сегодня мы поговорим о том, какие принципы руководят бухгалтерским учетом, какой должна быть бухгалтерская отчетность в целом и каким должен быть бухгалтер, который эту отчетность составляет. Сегодняшнее наше занятие будет разбито на три основных блока. Сначала поговорим о том, какие существуют принципы учета. Дело в том, что несмотря на то, что мы вроде бы как довольно структурно изучили, что такое активы, обязательства, доходы, расходы, в жизни любого предприятия бывают ситуации, которые сложно отразить каким-то единственным способом. И тогда нам нужны какие-то дополнительные правила, своего рода маячки, которые помогают нам в этой ситуации. Многие из принципов, которые мы сегодня назовем, на самом деле отдельными принципами не являются. Они являются следствием других определений. Вот, например, в любом учебнике по бухгалтерскому учету вы можете встретить так называемый принцип двойной записи. Слышали? Так вот, на самом деле само название этого принципа неправильное. Принцип двойной записи говорит о том, что любое изменение затрагивает как минимум два объекта в учете. Не какой-то там один актив. Не может измениться только какой-то актив, например. Вместе с ним изменится либо другой актив, либо обязательство, либо мы признаем доход или расход. На самом деле этот принцип, правильнее назвать принцип неодинарной записи, потому что могут быть события, которые изменяют три каких-то элемента, четыре и даже больше. Главное, что не может измениться какой-то один принцип. В физике это называется закон сохранения материи. Что-то одно не может исчезнуть или появиться без изменения чего-то другого. То есть этот принцип не самостоятельен, это следствие. Кроме того, на прошлом занятии, когда мы разбирали вашу ситуацию, я обращал ваше внимание несколько раз, что расходы мы признаем не тогда, когда выплачиваем деньги, а тогда, когда нам оказывают, например, какую-то услугу. С доходами то же самое. Мы доход признаем не тогда, когда мы получаем деньги, а тогда, когда мы сами оказываем кому-то услугу, другими сами, когда мы зарабатываем этот доход. В бухучете есть принцип, который называется принцип начисления. Он утверждает именно это. Доход — это не получение денег. Доход признается при оказании услуг, при совершении какой-то реальной сделки. С расходами то же самое. На самом деле этот принцип тоже не самостоятельный. Он является просто следствием определения дохода и расхода. Дело в том, что получение денег само по себе довольно редко происходит именно в момент оказания услуг. Обычно мы деньги платим либо в качестве предоплаты, либо постфактум. Редко бывает такое, что они платятся, и услуга оказывается в ту же самую секунду. Есть еще несколько принципов, очень важных, о которых мы не упоминали. Первый из этих принципов называется принцип непрерывности деятельности. Суть этого принципа. Когда мы работаем на каком-то предприятии, так же, как когда мы живем своей обычной жизнью, мы предполагаем, что мы будем работать, жить в обозримом будущем неограниченно долго. Мы не планируем закрываться через полгода или через год, или даже через пять лет. Этот принцип, суть его в том, что мы надеемся работать неограниченно долго. Без этого принципа все остальные принципы учета полетят. Потому что, ну вот, к примеру, мое предприятие закроется через полгода. Что произойдет с его активами или с его обязательствами, если я просто знаю этот факт, что я закроюсь через полгода? Вы начнете и обязательства, и активы уменьшать. Во-первых, я не могу закрыться, не погасив все обязательства. Да. Это раз. То, что я закроюсь через полгода, означает, что у меня в принципе не может быть никаких долгосрочных активов и долгосрочных обязательств. Это противоречит их определению. Все мои активы, даже автомобиль, например, который мог бы ездить 10 лет, он будет текущим активом, потому что его у меня уже не будет через полгода. Если я взял банковский кредит на пять лет, вроде бы долгосрочное обязательство, но оно будет текущим, потому что я должен его погасить через полгода. Если это не так, то есть если мы планируем закрываться или значительно сокращать свою деятельность в ближайшее время, отчетность должна составляться совершенно особым образом. Ну, как для предприятия, которые ликвидируются. То есть предприятия обычные, которые просто работают, всегда предполагают, что они не планируют закрываться в ближайшее время. Еще один очень важный принцип, которым нужно руководствоваться практически всегда. Это так называемый принцип консерватизма. Что такое консерватизм? Само слово. Знакомое? Я понимаю консерватизм как свойство сохранять что-либо в изначальном виде. Да, но здесь на самом деле, может быть, не совсем идет корректный перевод с английского определения. Сохранять – вот хорошее слово, да? По-другому этот принцип называется принцип осторожности или принцип осмотрительности. Суть этого принципа заключается в том, что, когда мы представляем свою отчетность, в этой отчетности мы указываем наши активы, обязательства, доходы, расходы. Эту отчетность нельзя представлять более оптимистичным образом, чем она есть. То есть показывать, что у вас больше активов, чем у вас есть, нельзя. Завышать их сумму, завышать сумму доходов, занижать сумму обязательств. Это важно, потому что вообще здесь мы уже вспомним о том, для чего нужна отчетность, для чего нам составлять какие-то отчеты, для чего весь бухучет нужен, зачем все это. Чтобы знать, что происходит на предприятии именно руководителю предприятия. Руководителю. Или учредителю. Да. Вот об этом, кстати, многие забывают. Большинство, скажем так, обычных бухгалтеров думают, что отчетность нужна для того, чтобы сдавать ее в налоговую. Несмотря на то, что это необходимо делать, это законодательное требование, для этого тоже. Но исторически и в первую очередь бухучет нужен для того, чтобы снабжать руководителя и собственника информацией о том, как у него идут дела. Теперь представьте, я собственник предприятия. Я планирую инвестировать какие-то дополнительные средства в предприятие, ну там, расширить его деятельность. Мне нужно знать, как у меня идут дела. Могу ли я себе позволить это сейчас? Если моя отчетность будет представлена, показана мне слишком оптимистично, я могу подумать, что все в порядке, и можно начинать мои вложения. В итоге может выясниться, что все на самом деле намного хуже, чем показано мне в отчетности, я потеряю еще больше денег. То есть у неправильного представления, слишком оптимистичного представления информации, могут быть очень негативные последствия. При этом, если вы покажете отчетность чуть-чуть пессимистично, хуже, чем она есть, никаких негативных последствий не будет от этого. Потому что, ну, хорошо, я решу пока повременить свои инвестиции, я ничего не потеряю от этого. То есть принцип консерватизма говорит, активы и доходы не должны завышаться. Обязательства и расходы не должны занижаться. К примеру, вот проявление этого принципа в реальной жизни. У меня есть, допустим, автомобиль. Купил его, ну, допустим, за 20 миллионов сумм. Сейчас этот автомобиль отражен у меня в учете по какой стоимости? 20 миллионов. На рынке через какое-то время он стоит 25 миллионов. Мне произвести переоценку этого актива в учете? Лучше нет. Нет. Потому что это приведет к завышению его стоимости. Но если тот же самый актив через год на рынке будет стоить 10 миллионов, я обязан буду произвести его оценку, показать, что он стоит на самом деле 10, и признать тем самым расход, увеличить его. Если я этого не сделаю, то получится, что реальная стоимость активов, которые я показываю в своей отчетности, завышена. То есть этот принцип говорит о том, что лучше показать хуже, чем есть, но ни в коем случае нельзя показывать лучше, чем есть. Бухучет, как это может не странным показаться, это не стопроцентно точная наука. Очень многие вещи мы оцениваем в своей отчетности приблизительно. Даже активы, которые вроде бы мы знаем, по какой стоимости мы купили. Так вот, эта оценка не должна быть слишком оптимистичной. Важно не перепутать соблюдение принципа с нарушением законодательства. Если мы говорим, что активы и доходы нельзя завышать, это не значит, что их нужно специально занижать. Если предприятие не показывает в отчетности часть своих активов или скрывает доходы, это является одним из самых серьезных нарушений законодательства. И, конечно, так делать нельзя. Оценить существующий актив, используя пессимистичную оценку, значит соблюдать принцип консерватизма. Сделать вид, что активы просто не существуют, значит исказить отчетность и нарушить законодательство. Применяйте принцип консерватизма правильно. На этих принципах базируется весь отчет. В сложных ситуациях следует ими руководствоваться. Может быть, эти принципы покажутся чересчур общими, но вот есть другой подход к построению правил ведения учета. У американцев, у них есть свои стандарты, точнее сказать, правила ведения отчетности. Если собрать их все вместе, они не поместятся в эту комнату. Они приписывают, как вести себя в каждой конкретной ситуации. Плюс в том, что вроде бы каждая ситуация предусмотрена. Минус в том, что найти соответствующую информацию практически невозможно. У нас принято вести учет на основе вот этих принципов. То есть, конечно, есть отдельные, более сложные ситуации, в которых вам придется пользоваться справочной информацией, но в 99% случаев вы сможете отражать все правильно в учете, вести учет правильно, просто базируясь вот на этих принципах. Ничего сверх этого знать, в принципе, не нужно. Как можно завысить или занизить стоимость? Есть же какие-то ставки, оценки, есть же какие-то износы, ну какие-то вот правила есть, которые я не могу взять из свой автомобиль, если вот он у меня идет 20 миллионов, сделать 25. То есть это... мне нужна же какая-то бумага для этого. Ну, смотрите, вот насчет того, что бумага, документ, да, в бухучете, хотя, опять же, есть такой стереотип, на самом деле не все операции происходят на основании каких-то документов. Большинство требует составления первичной документации. Но, опять же, не для того, чтобы бухгалтер там что-то провел, а для того, чтобы было доказательство, что эта операция на самом деле произошла. Допустим, оказание услуг оформляется актом об оказании услуг. Это нужно для того, чтобы стороны потом не имели друг другу претензий. Что там в частности написано, что обе стороны не имеют друг другу претензий, там тот, кто получил услуги, доволен их качеством. В бухучет используют этот документ, чтобы отразить что-то в учете. Но при этом не все операции требуют составления какой-то первичной документации. Например, вот вы упомянули износ, да, хотя мы не ставим перед собой цель сейчас изучать основные средства, это довольно сложная тема, но даже начисление износа — это тоже оценочная операция. Вот, например, у меня есть автомобиль просто без бухучета в житейском смысле. Автомобиль, я примерно могу сказать, что он будет ездить 10 лет. Это само по себе является оценкой. Он может проехать 8 лет, он может проехать 15 лет. Это приблизительно. Потом, как он будет изнашиваться на протяжении своего срока службы? Равномерно? Или все-таки я буду... Он больше будет изнашиваться, терять стоимость в начале, чем в конце. Это тоже оценка. И для каждого автомобиля, для каждого вида актива мы будем применять такие оценки. То есть бухучет — это не точная наука. Когда мы с принципами общими разобрались, о формах отчетности мы поговорим с вами на следующем занятии. Но сейчас следует поговорить о том, каким критериям она должна удовлетворять, какой должна быть отчетность в целом. Мы уже говорили с вами, что отчетность составляется для того, чтобы тот, кто будет ее изучать, пользователь, потом на основании полученной информации принял какие-то решения. И желательно, чтобы эти решения были правильными. Это главная цель отчетности. Неважно, вы ее сдаете в налоговую инспекцию или вы сдаете ее своему учредителю. У них просто цели разные. Налоговикам нужно проверить, правильно ли вы платите налоги. Для достижения их цели ваша отчетность должна этим целям соответствовать. Учредитель должен грамотно смотреть, что происходит с его долей. Директор должен знать, как правильно руководить своим предприятием. Естественно, детализация отчетности может отличаться. Директору вы можете предоставлять более подробную информацию, чем налоговую инспекцию. Более подробную, потому что ему это нужно для управления. А то, что вы должны предоставлять налоговую инспекцию, это просто регламентировано законодательством. Так вот, для того, чтобы отчетность была полезной, в первую очередь она должна быть понятной. Есть такой критерий — понятность. Хотя это слово кажется очень таким простым, примитивным. Суть этого критерия заключается в том, что при составлении отчетности нельзя усложнять ее содержание сознательно. То есть какие-то заумные слова писать, делать ее трудночитаемой. Если вы отчетность предоставляете не по установленным формам, а составляете ее сами, форму регулируете сами, она должна быть сделана так, чтобы человек, который ее читает, ее понял. Естественно, при условии, что у него есть соответствующая подготовка. Это не значит, что ее должен понять пятилетний мальчик. Это значит, что человек с должной подготовкой должен уметь ее понять. Второе. Отчетность будет совершенно бесполезной, если ее нельзя будет сравнить с той же отчетностью, но за другой период. Критерий, о котором мы сейчас поговорим, называется сопоставимость. Если я сегодня составляю какую-то отчетность и через год составлю эту отчетность, они должны быть составлены по одним и тем же правилам. Если это будет не так, сравнить показатели в этой отчетности будет нельзя. Нельзя будет узнать, предприятие укрепило свое финансовое положение или ухудшило его. Критерии составления отчетности должны быть едиными на протяжении всей деятельности предприятия. Они могут меняться в исключительных случаях, но в таких случаях к отчетности должно быть добавлено примечание, что эти критерии изменены. И еще один важный момент, который касается и отчетности, и того, кто ее составляет. Нейтральность. Зачастую этот критерий, к сожалению, нарушается, потому что, допустим, руководителю хочется, чтобы у него компания была прибыльной. На бумаге. Будет ли она прибыльной в реальности? Неизвестно. Бухгалтер, ему все равно, будет ли компания прибыльной или убыточной. Он не ее собственник. Он не получает никаких дополнительных выгод от того, что отчетность представлена таким способом или другим. Такого, в принципе, не должно быть. То есть отчетность должна составляться объективно, так, как она есть, а не приукрашена или, наоборот, ухудшена. Ну, можно придумать, скажем так, ситуации, в которых руководителю хочется и показать прибыль побольше, и показать прибыль поменьше. Если он хочет получить дивиденды, он хочет показать прибыль побольше, чтобы было из чего ее распределять. Если он хочет заплатить поменьше налогов, он хочет показать прибыль поменьше. Но и то, и другое неправильно, потому что показывать надо то, что есть в идеале. И отсюда плавненько переходим к тому, каким должен быть бухгалтер, ну помимо того, что он должен быть нейтральным. Поскольку сейчас мы уже говорим не о специфических вещах, а о таких общечеловеческих, как вы думаете, какими качествами и способностями и так далее должен обладать бухгалтер, человек, который составляет отчетность? Я пока накидаю все, а потом мы это объединим в какие-то общие критерии. Бухгалтер должен быть внимательным, честным, умным, терпеливый, скрупулезный, наверное, можно как бы... Еще? Доброе. Мы сейчас рисуем портрет идеального бухгалтера. Насчет доброты, несмотря на то, что это общечеловеческое качество, может и полезно, но бухгалтеру оно зачастую может навредить. По крайней мере, нет такого требования. Лучше пусть он будет злым, но профессионалом. Лишь бы людей не ел. Профессионализм должен быть первым. Так вот, все, что вы назвали здесь умный, терпеливый, внимательный, это все можно объединить в один общий критерий, который называется профессионализм. Ну, точнее, это называется профессиональная компетентность. Бухгалтер должен быть компетентен, то есть он должен знать свою работу, он должен регулярно повышать свою квалификацию, узнавать о изменениях в законодательстве, особенно в налоговом законодательстве, чтобы правильно вести учет и чтобы у предприятия не было проблем из-за того, что он чего-то там не знает. Это включает в себя и внимательность, и ум, и терпеливость, и многое-многое другое. Но этого недостаточно, потому что, как Джалуб правильно отметил, он еще должен быть честным. Можно быть очень компетентным, но при этом не особо этичным. Бухгалтер должен быть честным, то есть представлять отчетность, опять же, правильно. Другими словами, мы сейчас рассматриваем портрет бухгалтера не как счетовода, который составляет какие-то отчеты и сдает в налоговую. Мы рассматриваем бухгалтера как советника руководителя. Это должен быть человек, на которого руководитель может положиться при принятии каких-то важных решений. Если бухгалтер будет нечестным, ну, доверять ему, соответственно, нельзя. Нельзя. Что еще? Этого будет достаточно, если он будет честен и компетентен. Наверное, нужно увидеть в жизни пару контрпримеров, чтобы, как сказать... Знать, каким бухгалтер не должен быть. Да. Вот пример из реальной жизни. Одна моя знакомая, бухгалтер, несколько лет назад в соцсети, это был тогда живой журнал, опубликовала огромный пост в организации, в которой она работает. В фотографии руководителя, там, описание, какой он там нехороший, нечестный и тому подобное. То есть там было очень много нелицеприятных вещей о собственной организации. Нормальный бухгалтер. При этом знает свою работу, компетентен и, в принципе, честен. То есть рассказывает правду. Бухгалтер должен быть тактичным, этичным. Насчет тактичности... Тактичность слишком обтекаемое понятие, понимаете? Вот в реальной работе иногда нужно... Опять же, принимаешь документ от исполнителя. Он неправильно составлен. Ну, как вы не пытаетесь, вы должны сказать человеку, что он должен исправить... Потому что он что-то сделал неправильно. Кто-то может счесть это бестактностью. Но это необходимо. Да? Я не знаю, как это назвать, но получается, бухгалтер должен уметь хранить тайну? Это называется конфиденциальность. Конфиденциальность. В процессе своей деятельности бухгалтер получает огромное количество информации, которая не предназначена для чужих ушей. То есть, это касается не только и не столько финансовой отчетности, сколько вообще внутреннего устройства организации. Это все секретная информация. Он не должен ее распространять, и он не должен ее использовать в личных целях. Это касается, допустим, за рубежом акционерных обществ. Если бухгалтер работает в акционерном обществе, он может с большей степенью вероятности предугадать, как будут вести себя цены акций на бирже. Он не должен эту информацию использовать для достижения личной выгоды. Но на самом деле, вот та ситуация, которую я описал сейчас с таким бухгалтером, она намного больше подходит не под конфиденциальность. Там все-таки не было никакой секретной цифровой информации. Там просто, ну, по сути, облили грязью собственную организацию. Это, ну, кто-то может сказать, просто некрасиво, да? Есть еще понятие такое профессиональное поведение. Вот этот критерий был нарушен. И на самом деле, вот это я считаю, ну, вторым по важности критерием, которым должен соответствовать бухгалтер после компетентности. Потому что человек, который ведет себя непрофессионально, как бухгалтер, он не просто свою собственную репутацию портит, он портит репутацию всей профессии в целом. Потому что некоторые бухгалтера бросают своими действиями тень не только на себя самих, но и на саму профессию. А многие ответвления, связанные с работой бухгалтера, вот, например, аудиторы. Работа аудитора заключается в том, чтобы прийти на предприятие, посмотреть его отчетность и сказать, с этой отчетностью все в порядке, ей можно доверять. Или наоборот, эта отчетность неправильно составлена, ей доверять нельзя. Так вот вопрос. Если аудитор ведет себя непрофессионально, как можно доверять его мнению? Если аудиторам нарушается вот этот принцип, то профессия аудитора вообще не существует. Она не может существовать без репутации. Потому что ее суть, основа в том, что доверяют мнению, слову. Не какой-то там отчетности с цифрами, а просто паре слов. Если этой паре слов нельзя доверять, то самой профессии уже не существует. Это касается и бухгалтеров, и экономистов, и консультантов в сфере налогообложения. Это касается всех, кто работает в сфере, связанной с финансами. Человек, который ведет себя непрофессионально, портит репутацию всей профессии в целом. Об этом бухгалтер тоже должен думать. И все его действия должны быть направлены на то, чтобы укреплять не только свою репутацию, но и авторитет всей своей профессии. В конце концов, это будет выгодно и лично ему. Потому что если на рынке профессия бухгалтера будет цениться, то она будет и стоить дороже. И это, в частности, будет отражаться и на заработной плате. На следующем занятии мы с вами уже поговорим о том, какие бывают формы отчетности. Какую конкретную информацию они содержат. Но прежде чем это делать, я считаю, очень важно было поговорить о том, каким должен быть бухгалтер, на основе каких принципов строится отчетность и какой должна быть сама отчетность. Она должна быть понятной, сопоставимой и нейтральной, чтобы ей можно было довериться. Есть какие-то вопросы по этой теме? Если вопросов нет, то у меня тоже вопросов нет. На сегодня все. Спасибо. Итак, сегодня мы поговорили о критериях, которые применяются к бухгалтеру, и к финансовой отчетности, которую он должен составлять. На следующем занятии мы поговорим именно о самих формах финансовой отчетности, какую информацию они должны содержать. На этом все. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»